Всем привет, меня зовут Кристина Санько, скоро лето и мы начинаем оформлять наши дневнички Beulet Journal в стиле летнего сезона и уже будем ждать летних каникул. Я открываю свой любимый блокнотик с разворотами и начинаю создавать приветственную страничку для Майя. Здесь я хочу нарисовать такую луну, мне в этом помогает капсула от Киндера, потому что ровно я нарисовать не могу, как вы видите. Дорисовываю здесь вот такую рамочку, здесь у нас будет календарь, я пока намечу ее схематично и добавлю облачка. На месяц я намечу вот такого вот зайку, намечаю его туловище, голову, добавляю ушки, лапки, вот такой вот миленький он получается. И второго зайку тоже добавляю, он как будто будет спускаться на облачко, добавляю еще несколько облачек, чтобы композиция была такая миленькая, пушистенькая и классная. Подобный арт с зайками я видела на пинтресте, он мне очень понравился, я решила показать, как он будет смотреться в моем блокнотике. Кое-какие элементы я добавила сама, добавила несколько разных элементов, я думаю получится прикольно. Пока импровизирую и вдохновляюсь разными иллюстрациями. Все это я раскрашиваю акварелью, у меня самая простая дешевая из магазина, потому что вы некоторые спрашиваете, чем я рисую, все очень простые дешевые материалы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем зайкам цвет, я хотела сделать их сероватыми, но подумала, что они будут сливаться с нашими облаками месяцем, решила добавить им вот такой цвет. Пока они у меня еще мокрые, я добавляю более темный цвет на спинку, на лапки и хвостик, чтобы создавался такой объем и небольшая тень. Там, где наша рамочка, я подписываю числа на май, делаю небольшую тенюшку и готово. А, кстати, можно еще добавить звездочки, чтобы было прикольнее. Я добавляю звездочки с золотым маркером и такие вот небольшие точки ставлю для симметрии. Вот такая вот композиция у нас получилась. Мне очень нравится этот арт, он достаточно простой, повторить его сможет каждый, к тому же он очень симпатично будет смотреться в ваших блокнотиках и артбуках. Следующий арт тоже будет простой, я сегодня показываю такие самые простые варианты оформления. Карандашиком я наметила по-английски слово May и начинаю все это обводить маркером. Я взяла маркер-кисть и обвожу карандаш маркером. Кое-где утолщаю линии, чтобы создавалась такая иллюзия леттеринга. Получилось, по-моему, неплохо. Теперь я еще хочу добавить такой декор в виде пунктирной линии. Ее ставим не по всем сторонам нашего слова, а именно там, где проходит тень. Я сначала проставлю тень тонким черным маркером, а потом там, где тень проходит, уже проставляю вот такой пунктир. По-моему, получается очень прикольно. Теперь простым карандашом мы отмеряем прямоугольник, где будет находиться наше слово. А, это квадрат уже получается. И не выходя за этот квадрат, я проставляю вот такие вот созвездия. Очень люблю тему мистики, созвездий, космоса, поэтому здесь решила в этом арте здесь все это добавить. Рисуем разные кометы, луны, планетки, звездочки, созвездия. В общем, все, что вы хотите на космическую тему. Стираем резинкой наши вспомогательные края и получается вот такой простой арт. Очень симпатично, главное просто. Открываем новый лист и здесь мы рисуем фламинго. Мне кажется, фламинго прям как нельзя лучше подходит для арта на весну и лето. Я очень люблю их рисовать именно в этом сезоне, именно когда жарко, они у меня прям ассоциируются с таким палящим солнцем. Я сначала намечаю голову фламинго и эта шейка плавно переходит вот в такой цветок. Цветок я сразу же буду рисовать тонким черным маркером. Мне потом просто лень все это обводить, потому что здесь действительно очень много мелких деталей, поэтому я сразу буду делать это все маркером. Вы же смотрите по вашим способностям, как вы себя оцениваете, сможете вы или нет. Я цветочек решила сделать сразу. Зеленым маркером добавляю вот такие листочки и в ход идут цветные карандаши. Я взяла несколько оттенков розового и фиолетового и плюс еще сиреневый. Добавляю цвет на нашу розу, причем делаю это у основания. Краешек лепестка остается незакрашенным, здесь как раз у нас будет создаваться блик. Добавляю цвет на фламинго и несколькими оттенками зеленого дорисовываю зелень. Черным или серым карандашом проставляю тенюшку, чтобы у нас цветочек был объемнее. И с помощью линейки рисую вот такой треугольник. Получилось достаточно стильно и очень просто. Внизу можно еще подписать название нашего месяца, с которым мы здороваемся. Я опять же пишу май. Проставляю вот такие тени тонким черным маркером. И добавляю обводку там, где это необходимо. Все, вот такая приветственная страничка на май у нас получилась. И давайте сделаем еще один очень простой вариант. Простым карандашом я тоже намечаю слово май по-английски. Вверху рисую вот такие вот флажочки. Все это обвожу тонким черным маркером. Рисую вот такой прямоугольничек. Здесь у нас опять же будет календарик на май. И также черным маркером тонким рисую вот такие вот шарики. Много-много-много разных шариков. Опять же делаю это сразу тонким маркером, потому что мне лень потом все это будет обводить. Добавляю черный цвет на надпись нашего мая. Миро-маркер еще более тонкий и прорисовываю вот такие вот блики на шариках. Теперь берем разные карандаши или фломастеры и добавляем цвет на наши шарики. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю тень на рамочку и раскрашиваю желтым цветом. Тонким маркером прорисовываю вот такие конфитюшки и опять же раскрашиваю их. В этот раз я решила сделать это с помощью карандашей. Простые идеи на мае у нас получились. Это приветственные странички на месяц. Надеюсь, они вам понравились. И обязательно пригодятся для ваших блокнотиков и личных дневников. Спасибо за просмотр. Смотрите другие мои видео. Может быть там тоже будут какие-нибудь интересные идеи для ваших рисовашек. И мы с вами скоро увидимся. Будьте креативными. А я вам в этом помогу. До скорого. Пока.